Ситуация по заболеваемости кори в области становится сложнее. За пять дней декабря уже зарегистрировано 20 случаев. Пять человек проходит лечение в стационаре. Это дети, которые в свое время не получили прививку. По мнению специалистов, только вакцинация стабилизирует положение в стране. Пять человек с диагнозом корь сегодня находятся на стационарном лечении в Кусанайской области. Это непривитые дети. Сейчас их состояние оценивается как средней степени тяжести. В целом, только с начала декабря зарегистрировано уже 20 случаев. Санитарные врачи говорят, эпидемиологическая ситуация становится хуже. Заболеваемость преимущественно регистрируется среди непривитых лиц и составляет 56,5%. То есть 82 случаи из всех заболевших, 82 заболевших, они не имеют вакцинации против кори. Они не вакцинированы по различным причинам. Это недостижение прививочного возраста на 18%, медицинские отходы в 8%. И, к сожалению, имеются у нас отказы от вакцинации, они составляют более 31%. Всего по Казахстану сегодня 17 тысяч заболевших. Такая вспышка привела к дополнительной иммунизации. Прививки могут получить дети с 6 до 11 месяцев и от 2 до 5 лет. Помимо этого медицинские работники. Сейчас уже привито более 2000 человек. Из общего числа подлежащих это всего 5%. Вакцинация является единственным эффективным способом защиты от кори. Вспышку будет невозможно остановить, если мы не привьем все восприимчивое население. Если человек, болеющий корю, посетит магазин или другое общественное место, то заболеют все, кто там находился. Инфекция будет сохраняться еще и несколько часов после его ухода. Страшна не сама коря, а ее осложнения, такие как пневмония, которые затягиваются, которые приводят к очень тяжелым последствиям. И также она может привести к энцефалитам, мини-энцефалитам. То есть это поражение уже на уровне головного мозга, что приводит к, к сожалению, 96% летального исхода и оставшиеся 4% это инвалидизации. Сделать прививку ребенку можно в поликлинике по месту прикрепления. Только создав коллективный иммунитет, болезнь удастся победить. Любовь Плачкина, Руслан Джабаев, телеканал Кустанай.